Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы снова предлагаем вам смотреть «Сквозь судьбы». В нашей программе мы рассказываем о творческом пути и интересных проектах деятелей культуры и искусства. Сегодня сюда пришла директор Централизованной библиотечной системы «Ижевска» Светлана Гусева. Здравствуйте! Здравствуйте! Светлана, пожалуйста, расскажите, вы так сильно любили читать с детства, что в конце концов это привело к работе в библиотеке? Наверное, в том числе я любила читать с детства, но у меня в школьном библиотеке работала моя мама. И, наверное, все мы родом из детства, и, наверное, в какой-то мере это повлияло, в том числе, на выбор моей профессии. Но вы не «Жевчанка»? Нет, я не «Жевчанка», я родом из Костромской области. А учились? Училась, ну, школу заканчивала там, а Институт культуры заканчивал московский. Ну, возможностей же в Москве больше. Почему не пытались остаться? Ну, как-то... Институт культуры – это достаточно широкое, в общем, применение, наверное, можно бы найти. Институт культуры, наверное, достаточно широкое, но вот и тогда, и сейчас я считаю, что надо все делать по любви. Так. А если не по любви, то... И, то есть, как-то устраиваться каким-то способом в Москве... Вы для себя неприемлемым зашли? Нет, это абсолютно нет. Поэтому, ну, чтобы, наверное, поскольку уже за 4 года обучения в Москве сформировалось какой-то навык самостоятельной жизни, вот так я очутилась в «Жевске», в централизованной библиотечной системе города «Жевска». Директором тогда была Татьяна Тимофеевна Мартынова. Вы пришли работать в Центральную муниципальную библиотеку «Некраса»? Да. Практически 28 лет назад. И, ну, вот так и работаю. Все-таки, прежде чем спрашивать, насколько было судьбоносным принято решение о том, что вы будете директором ЦБ «Жевска», вот о ваших вкусовых пристрастиях в чтении, вот даже таких, может быть, вы сейчас любите электронные книги, я не знаю, на телефоне мобильному читать или все-таки книжку в натуральном виде? Любовь к чтению, да, она, конечно, осталась, но и все-таки электронные книги нет, это не мое. Я пробовала, у меня ребенок любит читать электронные книги, но и тон периодически от этого отходит, и ему тоже надо взять реальную книгу. И я все-таки предпочитаю книги. И если в детстве я в библиотеке выбирала книги потрепанные, вот, то есть, значит, они однозначно интересные. Зачитаны. Да, зачитаны. То сейчас вот эта вот магия открыть книгу, которую, ну, неважно, в конце концов, читали, или ты первый читатель, я люблю книги и покупать, как я поняла последнее время. Вот. Я люблю живые книги, вот, быть с книгой, с автором, с героями. Вот вы сказали, что сейчас, поскольку административная, менеджерская работа, практически не остается времени на чтение, но все-таки, может быть, вот самое свежее, что вы, из тех, что настольные книги, что вы читаете, что там, что-то, что уводит от реальности, я не знаю, может быть, поэзия, что в ваших вкусовых приточниках? Ну, я вообще по жизни, ну, и сейчас, если удается, удается время почитать, к сожалению, его не так много, все-таки читаю больше деловую литературу или нормативную какую-то документацию, но если удается мне почитать, то я выбираю книги, знаете, такие о жизни, вот, то есть, истории героев, истории жизни, истории семей, истории там, ну... Биографический жанр, наверное, любите, да? Ну, наверное, да, но вот последняя книга, которую я читаю сейчас и читаю, вот, знаете, как, ну, как хороший кофе пьешь по глоточку, растягивая это удовольствие, а также сейчас читаю книгу «Несвятые святые» Архимандрита Тихона, и вот целый день бегаешь, носишься, решаешь какие-то вопросы организационные, там разные, договоры, ремонт и все-все-все, и вечером открываешь книгу и отдыхаешь, и понимаешь, что и это пройдет, и что на самом деле это все, это каждодневная суета, ну, в общем-то, это не главное в жизни, это вот, ну, вот... Есть еще что-то кроме. Да. Вот вы знаете, для меня просто открытием стало, что централизованная библиотечная система Ишевска, она по роду своей деятельности признана участвовать в развитии культурных акций, отдыха, спорта и развлечений, и что архивная библиотечная работа и работа клубов – это вообще ваш профиль. Да, если... Интересная у нас организация. Прямо... Да, да, если вот вообще вот так вот подумать, культура города – это ведь много у нее составляющих, да, но школа искусств – это музыка, это, наверное, рисование, да, где-то, например, там театры, это вот... То есть у них, у всех, все равно они ограничены рамками. А библиотеки сегодня, вот именно в настоящее время, ну, последние уже лет, наверное, 10, в общем-то, это открытые площадки, конечно, все вокруг литературы, и, конечно, книга первична, все равно, чтобы мы не делали это, ну, все связано с чтением так или иначе. Кукольный театр, ставим мы спектакли по книгам или что-то еще делаем, это всегда книга. Но библиотеки – это та площадка, те площадки, и в городе сегодня 23, где можно самореализоваться. Если тебе интересно делать что-то руками, можно прийти и научиться это делать в совершенстве. Если тебе интересно презентовать свое творчество, поэтическое или там прозу, пожалуйста, это тоже можно сделать в библиотеке. Если тебе не с кем походить и заняться скандинавской ходьбой, ты можешь найти в одной из библиотек такую группу и вместе там с коллегами по увлечению, скажем так, отправиться, путешествовать по простору Межевска с этими палками специальными. То есть, действительно… Главное только не лениться, вот выйти из дома, что называется, оторваться от телевизора и что-то еще в ближайшей библиотеке для себя найти, такой вот центр. Да, да. И, ну, наверное, это вообще не случайно, потому что ведь многие годы, ну, когда-то традиционно были библиотеки хранилищами книг, предоставляли вот там в пользовании читателям тогда, сейчас они называются пользователи у нас. Потому что компьютеров больше стало. Да, а потом наступили сложные времена, нас перестали комплектовать, на нас перестали обращать, в принципе, какое-то внимание. Но надо было выживать библиотеку. Просто надо, да. И вот, наверное, может быть, тогда это было в меньшей степени, но тогда это началось, что мы можем делать что-то помимо… Мы работаем с тем фондом, который у нас есть, мы работаем с теми зарплатами, которые мы получаем. То есть, на мой взгляд, случайных людей в библиотеках в принципе нет. Как вы сказали, это только по любви можно остаться. Да, только по любви. И вот на самом деле это интересно. Мы сегодня позиционируем себя не просто книжными хранилищами, а именно площадками, открытыми для всех интересов, наверное, гаражам. Ну, то есть можно найти приложение себе. Если ты не знаешь, что тебе интересно, ну, приди в ближайшую библиотеку или зайди на сайт, если ты интернет-пользователь, и найди. Может быть, вы расскажете о каких-то новинках, может быть, о Библионочи. Вот, кстати, мне захотелось о Библионочи вспомнить, что «Бессонная ночь» библиотеки была впервые в Ижевске в 2004 году. Да. То есть она была проведена в библиотеке Некрасовской во время. Да, да. Директором была Татьяна Тимуфеевна Мартынова, и тогда еще в России никакой Библионочи общероссийской не было. Ну, в Ижевской библиотеке всегда, по крайней мере, муниципальная. Креки вам отвечали. Да, всегда нам что-то надо. Это кэш, чего еще не было ни у кого. И тогда была Библионайт, когда до 6 утра в библиотеке в разных уголках пели песни под гитару, читали книги, участвовали... Представления опять же были. Да, да, да. Было много всего. Было уже более 10 лет назад. А сейчас Библионочь? А сейчас Библионочь, вот система уже все, практически все библиотеки участвуют в общероссийской акции Библионочь. И, конечно, 3 года назад нам было проще удивить наших горожан. Они, в общем-то, были, может быть, менее избалованы, избалованы таким вот чем-то креатином. Но и тем не менее, в этом году мы откроем свои двери. Для детей это будут Библиосумерки, для взрослых это будет Библионочь полноценная. Многие... Нет, не многие, но некоторые библиотеки, в том числе Библиотека Некрасова, будут открыты до 6 утра. У нас будет, ну, если говорить, например, Библиотека Некрасова, у нас будет и постановка онлайн-спектакля. То есть из тех посетителей, из тех людей, которые придут к нам в эту ночь, у нас будет, конечно, много мастер-классов. Это и плетение кос, и мастерилки руками. Это, ну, в общем, много-много-много. У нас будет квест-игра. У нас будет презентация, онлайн-презентация книг о Чайковском. У нас будет всего просто не перечислить. Ну, в общем, опять надо на сайте просто этот список программы смотреть. А дата? А дата 24 апреля. То есть в ночь? Традиционно с пятницы на субботу в ночь, да. Программа. Общая тема Библионочи в Ижевское время Че. И тут все, что угодно. Чтение, читатели, Чайковский, чудеса, чаепитие. И вот все, что можно себе придумать, это вот все будет у нас в библиотеке города. Кроме постоянных клубов, известных уже, допустим, тех же детских театров, которые и в библиотеке Крупской, и в детской юношеской, библиотеке Негорького, да. Вот, может быть, о каких-то новинках клубных вы расскажете в библиотеке имени Некрасова? Они же появились тоже недавно. Да. У нас в библиотеке Некрасова есть уже вот наш такой клуб путешествий дилетантов «Русскую словесность». И хотя у них 16 сезон, но каждый сезон их отличает чем-то новым и чем-то таким интересным и необычным. И спектакли новые, и новые авторы, и молодые. Но у нас вот уже два-три занятия нового клуба прошло. Это клуб «Голосовые связки», который ведет Лев Роднов. И там последнее занятие у них было посвящено и жмех-смех, и жмех-смех. Да, 40 лет. Да, юбилей театра студенческих занятий. 40 лет, да. Вот я не совсем местная в этом смысле и не знаю подробностей, но тем не менее. То есть, как говорит сам Лев Роднов, что много желающих, вот, желающих красиво говорить, слушать. Вот эти вещи, об этих вещах, если есть желающие, то надо собираться. И об этом говорить, и обсуждать, какие-то, может быть, предаваться когда-то воспоминаниям, обсуждать какие-то новые свои произведения, просто говорить слухи, записывать эти истории, которые уже завтра станут историей библиотек, историей города. Вы верите в судьбу? Пытаетесь ли читать знаки от высших сил? Или все-таки думаете, что все от ваших поступков и вашего выбора зависит в этой жизни? Если вы задали этот вопрос мне лет 20 назад, я бы сказала, нет. Человек сам кузнец своего счастья или несчастья, абсолютно. А теперь? А теперь я скажу, что да, я верю в судьбу. И мечта такая, научиться бы ее знаки разгадывать. Не разгадывать, по крайней мере. С первого раза понимать. Обращать внимание, да, как-то. Потому что наступать по три раза на одни грабли иногда просто очень больно. И если ты прислушаешься и заметишь, на что ты обратишь внимание, может быть, оно будет намного проще и какие-то... Ну, и какие-то, например, бывают же иногда проблемы, которые ты вот бьешься, не можешь с одной стороны зайдешь, с другой никак не можешь решить. Ты думаешь, господи, ну пусть оно идет уже само. Но вот слушать надо и себя, и знаки судьбы. Спасибо большое за эту беседу. Я желаю успеха во всех творческих начинаниях, креативных проектах, централизованной библиотечной системы. Спасибо. Приходите к нам. Спасибо вам за внимание. Пусть будет добра судьба и к вам. До новой встречи на телеканале «Моя Удмуртия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова